Коллеги, давайте послушаем, ведь мы не прерывали ни одного руководителя фракции, ни одного. Сидит Абухов депутат, дважды арестовали, еле я его вытащил из обезьянника. Если Майдан будет, вас не будет, Геннадий Андреевич, коммунистов. Сколько бы ни свирепствовали, это абсолютно бесполезно. Вы что хотите? Вы за кого вообще-то? В Москве за нас голосовало на 500 тысяч больше, почти миллион, и всех не пересажают. Где депутаты от Москвы? Что молчите? Их избрал народ. Есть решение Центральной избирательной комиссии. Все, точка. Значит, есть претензии, идите в суд. Давайте это прекратим. Это все разрушает доверие к власти. Уважаемые депутаты, сегодня правда дороже хлеба. Абсолютно прав председатель, который высказывает беспокойство о том, что страна продолжает вымирать ударными темпами. За последнюю неделю умерло 6 тысяч человек. Три полка погибли. Это большая война. Но правда и заключается в том, что мы пять раз вносили предложение удвоить бюджет на поддержку здравоохранения и профилактики. Единая Россия прошлого состава не проголосовала за это. Мы предлагали три раза увеличить осеннование на первичную медицину, которая полностью свалена на мече местных бюджетов. И это не поддержать. Мы будем наставить на то, чтобы новый бюджет отвечал новым реалиям. Что касается авиации. Вот только что совершена в стране 21-я авиационная катастрофа с гибелью людей. На всей планете за год было 16 тяжелых катастроф. У нас больше половины. Мы в прошлый раз предлагали резко усилить поддержку этой отрасли. Она на полуголодном пайке. В свое время 15 авиационных заводов производили полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушков. Сегодня летаем на старых, чужих, потрепанных самолетах. Нам требуется удесетерить усилия на этом направлении. Правда заключается в том, что и обтравили паленой водкой в Оренбурге 34 человека погибли, 30 лежат полумертвые. Но за прошлый год от паленой водки и в целом от водки погибло 50 тысяч человек. До этого 49 тысяч человек. Мы вносили много раз ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность. Она была и в царское время, и в советское время. В царское время в казну к вечеру давало 35 рублей, и в сотни в советской 25. Сейчас дает гроши и копейки. Мафия водочная полностью это приватизировала и травит страну в массовом порядке. Настаю на том, чтобы мы то предложение наше внесли немедленно и приняли соответствующее решение. Сейчас Алексей сказал о том, что надо вызвать начальника милиции и прокурора. Я обращался в течение целой недели, чтобы остановили произвол, который творит полиция, начиная от Москвы до Дальних, до Краев. Арестованы и профилактированы 106 человек. 9 человек уже отсидели по 10 суток после выборов только за то, что решили встретиться с кандидатами в депутат. Сидит об ухо в депутат. Дважды арестовали. Еле я его вытащил из обезьянника. Наш руководитель Зубрилин Московской фракции в Московской думе. Уважаемый человек, я посмотрел, как его полиция таскала за шиворот и оштрафовала. Я извиняюсь, раньше так милиция с хулиганами уличными не обращала. Я позвонил руководителям Москвы и главному прокурору, и главным милиционерам и сказал, маленькая фабрика женская, айвори-интерьеры убиваются полихатовцами. Примите срочные меры. Я за три дня не дождался того, что полиция приедет и остановит этот разбой. Уворовали, вывернули станки, разогнали коллектив, и все это под прикрытием тех, кто носит погоны и должен защищать. Давайте вместе примем решение. Я обращаюсь к Морозову. Я имею к вам обратиться. Я в свое время вас выдвигал, когда вы в партийном комитете работали в Татарстане. Немедленно примите меры, связанные с разгромом фабрики женской, где работают женщины. Посмотрите в глаза директору, который ко всем вам обращается, что же это разбой творится, когда открывается заседание Думы. Новиков в ближайшем своем выступлении вам три дня об этом говорил, а разбой так и не остановится. Я сидел неделю назад целый час, один на один с президентом, обсуждали сложившиеся проблемы. Он откликнулся на все и, обращаясь к нам с вами, сказал, надо иметь общее дело. У нас с вами есть общее дело. Общее дело народные предприятия, которые возникли после дефолта и стали украшением страны. Неверов сидит вот рядом. Я к нему лично обращался вместе с Саблиным. Остановите разбой. Тысячу судов вокруг совхоза Ленина лучшего предприятия. Всех руководителей приглашаю. Лично проведу вам экскурсию. Это лучшие в Европе хозяйства, лучшие школы, лучшие сады, лучшие парки, лучшие профориентации. Я вас приглашаю посмотреть на это чудо-сказку. Сколько не врали, сколько не поносили. 60% граждан, которые живут рядом, проголосовали за наш список. Вы обязаны с этим считаться. Обращаюсь лично к Собянину. Три раза писал и по фабрике. И потому, что полиция окружила наш партийный комитет. И пять дней с автоматчики охраняли команду. Рашкина, мы не нарушаем закона. Мы законопослушные люди. Пусть они занимаются своим делом и не продолжают этот разбой. Мы просили, и я вас просил, 250 депутатов, 250 готовы взять на поруки нашего руководителя фракции в Иркутске, сына Левченко, Андрея Левченко. Родил ребенка, два дня понянчил, привезли матросскую тишину. Сидит ровно год. Тех, кому он содействовал, всех давно выпустили. Он сидит в виде заложника. Я оставил это обращение президенту. Надеюсь, что Вайна получил от президента установку. Тот сказал, мы разберемся и наведем элементарный порядок. Вот здесь сидел Бессонов, руководитель нашей ростовской организации, главный помощник Коломейцев, у которого блестящая работа в Думе. Восемь лет гоняют по просторам страны. Ни за что присудили. Пять лет и не хотят даже помиловать, связи с юбилейными праздниками. На мой взгляд, сколько бы ни свирепствовали, это абсолютно бесполезно. У нас сильная, грамотная команда. Но хочу, чтобы все, кто говорят о большинстве конституционном, не забывали следующую арифметику. Если взять результаты в целом голосования, результаты в Москве 30 на 30 процентов, если отбросить дистанцию. На Дальнем Востоке, в Якутии, примерно та же картина. В крупнейших республиках от Якутии номера 31 на 35. И с этим придется считаться. Никакая полиция, никакая прокуратура не поможет. В Москве за нас голосовало на 500 тысяч больше, почти миллион. И всех не пересажают и не профилактируют. Но меня судили 300 раз, допрашивали 100 раз, углажали 300 раз. Я думал, мы из этого омута 90-х вылезли. И продовольственная безопасность. Кашин, Коломейцев, Харитонов на стол положили. 40 законов принято. Президент поддержал, Совет Безопасных поддержал. Володин тут провел слушание. Суланов пришел, все к чертовой матери выкинул. Кто у нас финансами распоряжается? Я и правительству Мишустина говорю. Если у вас по-прежнему будет заниматься, одну минуту добавьте, заниматься этим Сулановым, а не партией власти, не будете выполнять указания президента и решения Думы, ничего не будет. У нас, посмотрите, цены выдержали на картошку на 60%. А зарплата, пенсии, стипендии усыхают, усыкают. 8 лет подряд народ теряет доходы. Пол страны живет на 20 тысяч рублей менее. Невозможно в глаза смотреть ветеранам войны, ветеранам труда. Дети войны получают в деревне 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч. В 8 раз вносили. Почему вы не приняли? Копейки нужны. Их было 14 миллионов, сейчас осталось уже 10. И продолжают вымирать самому молодому 73 года. Мы реальную программу предложили. Мы будем ее отставить Государственной Думе. Будем ее отставить последовательно, грамотно и профессионально. Но приведите в порядок силовые ведомства. Потому что они готовят большой Майдан в центре Москвы. Мы этого не допустим. Коллеги, когда мы говорим об итогах выборов, давайте тогда прямо скажем. Если в Саха-Якутии, Геннадий Андреевич, вы победили, Единая Россия это признает. И справедливая Россия признает. Потому что там сильный кандидат Тумусу шел. Единоросс тоже сильный шел. Но вы победили. Если победил Казанков Морел, и вы победили в целом по республике, набрав больше, чем Единая Россия. Единая Россия это признает. Если кандидат от КПРФ победил в республике Коми, нашу с вами коллегу, председателю комитета прошлой Государственной Думы, Единая Россия это признает. А почему тогда вы не признаете победу Единой России в других регионах? Я не могу ему это признать, а там все. Геннадий Андреевич, вы один из самых опытных политиков. Ну нельзя так. Нельзя. Если там, где победили, значит, это вы считаете как должное, Единая Россия должна признать. А там, где проиграли, вы говорите, не признаю. Так нельзя. Так нельзя. Коллеги, давайте мы с вами на берегу, на берегу договоримся. Коллеги, на берегу. Значит, если мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет, а так мы должны выступать. У нас тогда будет выходить Васильев, будут выходить другие депутаты, говорить. Мы не признаем. В итоге что? Понятно. Чем это закончится? Это то, что было. Мы от этого ушли. Поэтому, коллеги, так или нет? Поэтому, вот, Единая Россия молчит, вы домолчитесь. Коллеги, вы домолчитесь. Вы. Потому что там, где победили, защищайте победу. Где депутаты от Москвы? Что молчите? Это вы так говорите. Их избрал народ. Народ. Так же, как и всех тех, кто здесь присутствует. Есть решение Центральной избирательной комиссии. Все. Точка. Значит, есть претензии? Идите в суд. Не надо политизировать эти вопросы. В суде они должны решаться. Давайте это прекратим. Это все разрушает доверие к власти. Я бы хотел остановиться на нескольких моментах. Первое. Я вот это чувствую, что у нас, я пойду в обратном порядке, есть какое-то соперничание за идею очевидную, полезную для всех. У нее и нет отцов. Она общая. Может, нам и не надо делиться? Не вижу проблемы. Еще один момент. Вот сейчас и у меня есть такие вопросы. Вчера буквально обратились. Очень тяжелая ситуация в семье. У одного нашего боевого летчика. Она больная. Дети, онкология. И он еще плюс иск получил, который за жизнь не оплатит. Тяжелая ситуация. И каждый здесь переживает за это. И хочет решить вопрос. Но демократия закончится. Если я сейчас буду проталкивать свой вопрос. Как и каждый руководитель фракции или депутат. Закончится демократия. Потому что мы же хотим, да? Или даже если 240 депутатов подпишут. Это все было. Я был в этом зале еще, когда был замминистра. Были времена покруче. Тогда у нас такое было массово. Освобождали эту уголовную ответственность подписями депутатов. Мы туда опять идем, коллеги. Или добьемся того, с чего мы начали. Вдумайтесь, а с чего мы начали. Геннадий Ильич, я вас очень уважаю. Вы же начали-то правильно. Вы начали с кого? С прокурора и с министра. А потом заявили, что проходительные органы готовят майдан. Если майдан будет, вас не будет, Геннадий Ильич, коммунистов. И вы это знаете, что будет. Так что давайте-ка так, мои дорогие. Геннадий Ильич, вы иногда возвращаетесь в свое прошлое. Я тоже вынужден это сделать. Столько крови и несчастья, которые видели вы и видел я, только с разных сторон. Вы всегда оценивали, а я работал в тех порядках, которые, не получая даже бойков, защищали страну и сохранили ее. И давайте уважать правоохранительные органы. Вы посчитайте, сколько мы им не дали на жилье, на сертификаты. Об этом мы не говорим. Давайте быть чувствительными для всех. Не спешите. Вот вы сейчас, когда бюджет сформируем, посмотрим, тогда и будем по одежке протягивать ножки. Потому что уже доигрались до этого. Советский Союз развалили. Ну что дальше-то уже? Вот так и делали. Тратили больше, чем зарабатывали. Вы что хотите? Вы за кого вообще-то? Что вы людей, извините, мозги пудрите? Не можем мы все и сразу и всем. Это что, непонятно? Но мы можем сделать очень многое. Когда мы вместе. Геннадий Ильич, по поводу народных предприятий. Вот, как говорится, видит Бог. Был в Дагестане, работал с вашим коллегой. Ничего не делается. То, что называется народными предприятиями, вот в Никтике, там беда просто. Застой полный. Геннадий Андреевич, коллеги, давайте послушаем. Ведь мы не прерывали ни одного руководителя фракции. Ни одного. Геннадий Андреевич, я там проработал больше трех лет. Ну зачем же мне приглашать? А у вас есть возможность, допустим, в том же Орле или где-то еще. Покажите нам это, что вы там про Московскую область рассказываете столько лет одну и ту же историю. Мне не интересно, не обижайтесь. Вы интересный человек, а этот пример мне интересен. Я о нем умею другую информацию. Поэтому, коллеги, мы людям обещали, что? Мы обещали суверенитет, защита каждого человека, развитие экономики как средства. Вот здесь сейчас выступали, кто против? Без экономики мы ничего не сделаем. Ничего не сделаем. Без борьбы с коррупцией тоже. Без наведения порядка в теневой экономике тоже. А тогда будет меняться и ситуация. А если мы сейчас начнем с того, что вот кто сумеет больше поднажать и проскочить. В завершении приведу один пример. Я был представителем комитета в одном из созывов по безопасности. И к нам обращались, как во все комитеты. И сейчас это происходит. И очень правильно, поседатель дает поручение комитетам, а не со слова говорить. Вот я за такого или за такого. Так вот смотрите, к нам обратился тогда завод счетно-аналитических машин имени Калмыкова. Интересное предприятие. Там вот 200-300 считали все эти математические программы. И сейчас дальше. А вопрос был в чем? Две части в руководстве. Одни, это в районе Елоховского собора, кстати, огромная территория. Хотели заняться территорией. А другие хотели, Геннадий Ильич, сохранить вот то, чем жили, коллектив. И они к нам ходили в комитет. Потому что не знали, где найти правду. И мы с ними договорились о чем? Что они при нашем участии между собой договорились. Давайте минуту. Они договорились. Геннадий Ильич, они договорились. У нас сейчас много жучков, этих дельцов, есть коррупционеры. Это правда. Но давайте вместе. Не я, не вы, а вместе. Как это мы делали в зале по обманутым дольщикам. Помните? Другого у нас нет. Улучшать закон, а не критиковать и не угрожать. А то такое получим, что и не снилось. Продолжение следует...